Всем привет! С вами Селена! И сегодня я собираюсь снять для вас долгожданное видео. После того, как я сказала, что его сниму, мне очень много прилетает сообщений в ДИК, в сообщения, что Селена, когда же ты покажешь свой фирменный рецепт кофе? Да, я кофеман, пью кофе каждый день, пью исключительно латы. Другого кофе не пью, не признаю, даже капучино для меня слишком крепкий. У меня вообще очень длинная история, как я начала пить кофе, но об этом я расскажу как-нибудь потом. Сейчас я реально хочу рассказать всякие лайфхаки, что я употребляю, что делаю, и, честно говоря, для кофемана в этом смысле можно очень хорошо развернуться, и у меня еще куча идей всего, как можно делать кофе и делать его вкусным. Сейчас я вам покажу два вида кофе, два интересных кофе, которые один я делаю дома, а другой можно взять с собой в любое место, куда вы едете, и пить свой любимый кофе. Какое молоко я использую? На самом деле я вообще не заморачиваюсь, какое молоко использовать. Сегодня я пошла в магазин, конечно, я предпочитаю в таких бутылочках брать молоко. Беру его всегда много, потому что у меня, возможно, даже полбутылки уходит на день. Обычно на три дня, допустим. Если кто-то приходит, конечно, быстрее. И еще у меня в запасе всегда лежит в тетропаке, потому что в холодильнике все время места нет. То есть две бутылки я беру, я их расходую за неделю. А это лежит на всякий случай, как, например, сегодня я пошла и закупила. Потому что не было абсолютно молока, и я первый кофе сегодня выпила со сгущенкой. Оно было очень-очень сладкое. Я не люблю сильно сладкий кофе, но и без сахара я его тоже не пью. Дальше. Какое я использую кофе? Кофе я, кстати, храню в таких баночках. Безумно удобно. Это из фикс прайса. Залазит сюда ложка, и ты берешь сколько хочешь. Хоть в столовой, хоть в чайной. Здесь два вида кофе, я их брала в метро. На самом деле нет у меня... А, есть. У меня есть одно кофе классическое, которое мне нравится, из недорогих, которое везде можно найти. Это черная карта. Черная карта, молотый. Мы берем его. Сейчас его просто нет, поэтому не могу показать. Но сейчас я начала экспериментировать. В метро я зашла и взяла какие-то там интересные кофе. Я тоже их показывала. Мне понравился Today. Я сначала думала, что он мне не понравится. Вот здесь можно видеть, он более поджаренный, что ли, да? Более темный. Я подумала, что он мне сначала не понравится. Думаю, не, он слишком темный, слишком крепкий. А этот такой мягкий. Тоже не помню, как кофе этот называется. Потому что я экспериментирую. Я взяла в первый раз, все высыпала и выкинула в упаковку. И этот более мягкий такой, прям арабика. Но оказалось, что для кофе лата с молоком мне больше нравится насыщенный вкус. Поэтому это все индивидуально. Я даже бывает, когда в гости приезжаю, кофе никакого нет. Я беру растворимые на скафе, кладу ложку, круто его завариваю. А потом проделаю все то же самое. Единственное, имеет, конечно, разницу. Имеет такой немножко другой вкус. Но, тем не менее, можно пить. В лате самое важное это что? Это молоко и пенка. Пенку мы будем делать в обоих случаях. Вот такая штука. Я ее купила в Икеа. Еще у меня такая есть светленькая из фикс прайса. Но я скажу, что в Икеа она более мощнее. Стоит она всего лишь 99 рублей. Их там полно. Входит сюда две батарейки. И вот она прям, ну, более качественная, серьезно вам говорю. Поэтому в фикс прайсе она тоже 99 рублей стоила. А в Икеа тоже 99. Но лучше брать более мощную и более качественную. И венчик здесь поменьше. Сейчас я покажу, как это делаю. Есть свои нюансы. Далее сироп. Раньше я никогда не клала сироп. У меня ничего этого не было. И я всегда, когда хожу в какие-то кафе, заведения, я всегда беру что-то с сиропом. Потом думаю, что я сама себе сироп не куплю. И сахар можно не использовать. Потому что сироп, он идет как замена сахара. И в то же самое время вкус. Я все время в кафе люблю экспериментировать со вкусами. Думаю, дай себе возьму. Единственный момент, я не знала, где брать эти сиропы. Но я зашла в метро. У меня появилась карточка метро. Я зашла, и вот эти сиропы, вот этой фирмы Бар Сироп, они продаются в метро. И их можно, если оптом брать, то 250 рублей в бутылка. По-моему, где-то так. А если в розницу, то 350. Меня пугали, что там около 1000 вообще стоят эти сиропы. Может быть, что-то перепутали. В общем, я взяла себе 4 сиропа. 2 взяла ореховых. Это лесной орех и миндаль. И 2 взяла зеленый банан и дыня. Да? Мелон. Дыня это? Вроде дыня. Но я вам скажу, как видите, у меня дыня и банан они целые. Все-таки они для молочных коктейлей. И вот кофе с ними мне не очень нравится пить. Вчера, кстати, попробовала кофе с кленовым сиропом. Надо себе тоже взять этот кленовый сироп. В чистом виде очень вкусно. Еще его можно мешать с миндалем. Короче, вот у меня расходуются постоянно миндаль и лесной орех. Потому что лучше всего они подходят для кофе. Именно гармонично. Еще мне посоветовали на Озон. Как раз-таки очень хорошая фирма есть. И тоже стоит по 250 рублей сироп. И надо посмотреть, что там. Я люблю еще какой-нибудь пай там или еще что-то такое, знаете. Замена сиропом, что я нашла. Я зашла в Пудов. Это вообще, конечно, ну реально прикол. Потому что реально этим можно заменять. Это ароматизатор пищевой жидкий. Это тирамису. Я взяла. Стоит. Ну реально это экономней. Аромат тот же самый. Единственный вкус как бы, да. Но аромат реально ну как бы не отличишь. Может тебе положили сироп. И всего лишь 2 капельки нужно на стаканчик. 2 капельки. Ну там мне сказали 3-4. Но я делаю 2 и мне с головой. Срок годности у них больше. Вот у этих вообще открытых вроде бы как 2 месяца. Но девчонки мне писали, что у них погоду стоят и все нормально. Ну я стала не париться. А вот, допустим, у этого малыша он стоит 84 рубля, да. Его, мне кажется, намного дольше хватит. Но у него и полгода срок вообще. И там есть разные ароматизаторы. Точно так же есть и орехи. Но я взяла попробовать тирамису. В принципе, мне понравился. Реально, просто 2 капельки добавляешь и все. Но тогда нужно сахар, потому что он без сахара. И еще я очень люблю это корицу. Да, корицу я специально купила вот в такой упаковочке. Это я покупала в Поберлик с сеточкой. Потому что раньше я бросала корицу и как-то много она добавлялась в кофе. Поэтому я решила купить специальную такую штучку для корицы. И теперь довольна. Но когда у меня появились сиропы, я ее стала использовать намного меньше. Так, поехали дальше. Кофе. Здесь я уже его приготовила. Сейчас я покажу, как я его готовлю. Вот в таком чайничке оно у меня готовится. Его готовится много. Очень удобно. Капельная кофеварка. Раньше у меня была рожковая. Я ее подарила Кристине. Потому что перестала использовать. Там я делала лад. Но там свои нюансы. В общем, мне капельная офигенно. То есть можно сделать на одну кружку, можно на две кружки. А если пришли к вам гости, вы можете полный чайник зафигачить. И просто не нужно постоянно делать этот кофе. И для кофе в кофемашине я использую еще дополнительные фильтры. Как мне мама рассказала, что эти фильтры помогают, чтобы не было много холестерина. В общем, кофе, он выделяет какие-то масла, кофестол. И они очень вредные. Если я правильно сейчас все сказала. И благодаря вот этим фильтрам, по-моему, задерживается кофестол. И кофе такой, менее вредный. В плане вот этого кофестола. Вот такие обычные фильтры, которые продаются в Ашане или где-то. Вообще не принципиально. Стоит там 300 рублей, по-моему, 150 штук. Так, у меня вот такая машинка капельная. Здесь, как видите, есть фильтр, но я использую еще дополнительный фильтр, для того, чтобы удерживать, как я вам говорила, кофестол. Сюда я заливаю водичку, стаканчик обычно. А сюда я засыпаю столовую ложку кофе, чтобы он был более насыщенным. Воду я использую из кулера. Закрываем. Здесь у нас находится такой чайничек. Включаем. Все, ждем. И еще один способ приготовления кофе, это через вот такую вещь, которую я заказала на Алиэкспресс. Она делается тоже через фильтр, но это фильтр другой. Он не такой плотный, как этот фильтр. В принципе, они подходят и для машины, но в основном они для ручной. Для ручного капельного прибора, можно так сказать, да? Фильтры для ручного приготовления я брала в специализированном магазине. В магазине, в торговом центре. Не помню, как называется. Там продается кофе и чай на развес. Это такая кружка-воронка, в которую вставляется фильтр. Он не такой плотный, еще раз повторюсь. Сюда засыпается кофе и медленно вообще с тоненького носика чайничка наливается. Но я не парюсь, с тоненького носичка у меня нету, поэтому ничего страшного. Итак, мы берем с вами кофе. Давайте покажу, как делать ручной. Поставили воронку. Я кофе делаю в отдельной кружечке, потому что я люблю кофе добавлять в молоко. Так делается лат, и этим оно отличается от капучино. Я беру вот такую ложку полную с горкой сюда, например, добавляю. И теперь у меня вот, как видите, только закипел чайник. Я аккуратненько, тоненько вот так вот добавляю сюда водички. Оно начинает капать. Вот такой вот процесс. Еще можно, в принципе, добавить, прям вот чуть-чуть по над стеночкам, чтобы еще немножечко оно у нас процедилось. Кому интересно приготовление вот с такой ручной вороночкой, я оставлю под видео ссылку на Алиэкспресс, где я это покупала. Вот, в принципе, и все. Кофе из ручной воронки готово. Вот в поездку я беру с собой вот эти фильтры и вот эту воронку кофе. Теперь первая задача – это у нас сделать молоко. Буду использовать две кружки. Вообще для латы я покупала специально такие стаканчики в Икеа. Но потом случайно зашла в хоф и взяла вот такой вот просто 300 мг. Он более, больше. У меня обычный стакан вот так где-то, а этот более удлиненный. И, честно говоря, это мой любимый стакан. Надо пойти еще взять, но неизвестно, останется он любимым, если он будет уже не единственным, да. С этого стакана всегда пью я, и никто его не берет. Теперь молоко. Так, вот это надо использовать молоко быстрее. 2,7. Вообще я беру 3,5, но просто там не было. Было 2,7, 2,5. Я наливаю молоко. Наливаю его где-то половину или чуть больше половины. Для того, чтобы можно было венчиком нормально пройтись. Естественно, я его грею и ставлю, если один стаканчик, ровно на минуту в микроволновке. Тогда оно не убегает и оно горячее. Но, опять же, это на максималке я ставлю. Все должны смотреть под свое, да. Если я их 2, поставлю сейчас где-то на полторы. Итак, молоко нагрелось. Молоко горячее, так что можно обжечься, но оно не убежало. Теперь я добавляю сироп. Обычно с утра, например, я люблю пить миндаль, что-то более легкое. Вторая кружка у меня идет уже более серьезная, терпкая, потому что лесной орех, он имеет более ярко выраженный аромат. Давайте сейчас я сделаю миндаль. Я добавляю чайную ложку где-то. Я уже с бутылки добавляю себе на глаз. А сюда давайте мы с вами добавим ароматизатор. Раз, два. И сюда тогда мы добавим сахар. Ложечка сахара сюда. Теперь мы берем наш венчик и взбиваем все таким образом. Сначала я опускаю его на дно и размешиваю все, что там лежит. Потом я поднимаю его наверх и взбиваю пену. Так она взбивается лучше. То есть он находится у меня на поверхности практически, чтобы вы понимали. Еще можно под углом его ставить. Опускаем, поднимаем, выключаем. Получилась вот такая замечательная пенка. Чуть-чуть, не доходя до верха. То же самое проделываем и здесь. Мешаем сахар. Потому что если будет венчик на дне, то он вряд ли вам хорошо взобьет пену. Может даже вообще не взобьет. И поднимаем наверх. То есть венчик прям поверху. Я его вижу. Все, взбил. Сюда мы нальем то, что мы делали вручной. Лить нужно аккуратненько сбоку. Для того, чтобы была вот такая красивая красота. Если будете резко лить, все, оно может уже все перемешаться. Так я тут разлила. Такая неаккуратная. И то же самое я делаю со второй кружечкой. Тоже аккуратненько сбоку наливаю. Вот такая красота у меня получается. И еще сюда, так как на тирамису нарисована вообще-то еще и здесь, как видите, нарисована корица. Я сюда сделаю еще корицы. Раз, два. Видите, как она аккуратненько? Очень мало ее сыпется сюда. Вот и все. Потом я все это мешаю ложечкой, перемешиваю и начинаю пить. Еще для красоты можно сюда добавить маршмеллоу. Будет вот так мило. Приятного! Ну что, вроде все вам рассказала. Еще я, конечно, кофе делаю. Мешаем. Еще я кофе делаю с собой. И для этого тоже в метро я купила стаканы и крышечки. И поэтому, если мне срочно нужно куда-то убегать, то я делаю кофе с собой. Давайте попробуем. Тоже очень вкусно, только не хватает чуть-чуть сахара. А может, даже добавим туда немножко ореха. В общем, все мои очень любят мой кофе. Когда ко мне приезжают гости, все время просят меня сделать латы. А кто в первый раз, просят показать всегда. Так что все я вам показала. Надеюсь, вам будет это интересно и полезно. И поэтому ставьте обязательно лайк моему видео. И подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного. Еще я планирую взять себе капучинатор. И уж если совсем до совершенства довести мое вот это вот кофеманство, то вообще хорошо бы покупать кофе в зернах, молоть его дома и душистый делать. Это, конечно, было бы хорошо. Но я ленивая. И пока довольствуюсь этим кофе, то, что я делаю. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Кстати, еще кофе я люблю пить прям вот горячим. Чтобы, знаете, вот прям вот он горячий, но не обжигает. И вот сейчас, пока я делала, он уже немного подостыл. И кофе я пью очень долго. Я могу 2-3 часа пить вот эту кружку. То есть это не так, что я раз залпом выпила и все. Могу очень долго пить кружку. 2 стакана, 3 максимум я выпиваю за день. Обычно я пью это все до 3 часов где-то. Потом я перехожу на чай, потому что сердце начинает стучить. Стучит, стучает. И вот к тому, что я разогреваю в микроволновке. Если у меня остыл кофе, просто его кидаю в микроволновку, он подогревается. И я снова его пью как свежий. Ну, теперь моя задача выпить эти 2 кружки, чтобы сердце мое не взлетело. Все, мои хорошие, жду ваши комментарии. Всем доброе утро. И я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok